Сбор группы у здания администрации Ленинского района, несмотря на ранний час, принять участие в мероприятии вызвалось 15 человек. Большинство из них ведет собственный бизнес на территории муниципалитета. Всего несколько минут в пути, и группа приезжает на одно из предприятий Ленинского района, где для делегации устраивают небольшую экскурсию. Сложные фасады, структурные фасады, алюминиевые окна, порядка 30 различных систем для строительства, как для частного, так и для коммерческого. Завод по производству алюминиевых конструкций для проведения круглого стола по проблемам бизнеса выбран не случайно. На территории района предприятие существует уже почти четверть века, и его специалисты о том, с чем сталкиваются в своей работе предприниматели, знают не понаслышке. К тому же сотрудники завода открыты для общения. Нам в силу специфики работы приходится общаться с разными людьми. И безусловно, мы, как гостеприимные хозяева, всегда рады видеть и рассказать все, что у нас есть на производстве. Провести экскурсию по производству, познакомить со всеми нашими сотрудниками, предложить чашку чая или кофе и провести платформу беседы. Спектр вопросов, которые гости обсудили в ходе круглого стола, был крайне широк. Основные проблемы – взаимоотношения с банковскими и фискальными структурами, проблемы в законодательной базе, дефицит кадров. Мы практически каждого научили рабочего работать на этих станках, то есть с привлечения немецких специалистов, потому что каждое оборудование, оно обязательно требует, в общем-то, что-то изучать. То есть не просто так на нем невозможно работать. Самые горячие споры за столом вызвала система государственных тендеров. Главный ее недостаток, по мнению участников, выбор подрядчика не по соотношению цена-качество, а в подавляющем большинстве исключительно по параметру низкой стоимости работ. Это уже дошедшее до абсурда. Минимизация сроков и цены, она доходит до абсурда. Это становится опасно для жилья. То есть какой-то здравый смысл должен быть уже восторжизовать в этих тендерах. Основной упор предприниматели сделали на локальных вопросах. Среди них отсутствие качественных подъездных путей к промышленным зонам Ленинского района, сложности с новой системой утилизации отходов, взаимоотношения с муниципальными структурами. Многие воспринимают данные мероприятия как мероприятия для галочки. На наш взгляд, вот именно сегодняшнее мероприятие, которое проводит торгово-промышленная палата совместно с членами общественной палаты Московской области, в общем-то, имеет немножко другой формат. И те проблемы, те вопросы, которые мы обсуждаем, они действительно волнуют предпринимателей нашего района. Проблемы, поднятые в ходе проведения круглого стола, заносятся в протокол и будут озвучены на общественном муниципальном форуме Московской области, который получил название «Сильное, здоровое, чистое». На него предприниматели отправились сразу после беседы. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.